Всем привет дорогие друзья, с вами Лурли Мур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты Space Engineers. Друзья, это случилось, я нашел корабль своей мечты и сказать, что он вот такой, это ничего не сказать. Я думаю, что вы не видели подобных кораблей, может быть и видели, но лично я не видел, я настолько восхищен тем, какой этот корабль, как он сочетается и вообще вот просто-просто огромный жирный-жирный лайк создателю данного корабля. Это инженер Rexor Inc. Подписывайтесь на его Steam, потому что нельзя пропускать работы такого инженера, который создает подобные шедевры. Я не знаю, на Рутубе, наверное, мало людей, которые способны, точнее, в русскоязычном комьюнити Space Engineers практически, наверное, нет таких игроков, которые могут создавать что-то подобное. Или, может быть, данный игрок как раз-таки из российского комьюнити, но не суть важна. У нас реально перед нами такой великолепный корабль под названием Sky Edge 2. Это, ребята, это сказка, это симфония, это... у меня нет услов, чтобы описать данную красоту, потому что настолько корабль органичный, настолько он функциональный, в принципе, настолько это необъяснимая сказка сочетания креативности, там, красоты, дизайна и всего вместе, потому что подобный корабль я еще реально не видел. И огромный плюс в нем то, что из модов в нем только стоят вот эти имхотеп трастерс, вот эти вот, только вот эти трастеры, и все, и больше вы здесь модов не увидите. Есть некоторое количество скриптов, но сейчас вы убедитесь, что вот не только экстерьер данного корабля, вот такой интересный, футуристический, такое расположение движков, расположение, скажем так, многих элементов данного корабля, они реально поражают воображение. То есть снизу есть два больших трастера, я думаю, данный корабль, наверное, может приземляться на поверхность планеты, хотя я бы этого не делал, потому что все-таки, думаю, он космический как-никак. Хоть здесь и есть атмосферные движки, кстати говоря, вот они. Наверное, он может это делать, может себе такое позволить, но я бы не стал проверять, так как здесь торчит вот эта штука, ракетная турелька. И не стал бы проверять по той причине, потому что здесь, например, нет выдвижных шасси. По этой причине я немного не имею представления, как он будет садиться, но в остальном, ребята, в остальном это реально рай. Достаточно того, чтобы он просто парил, парил и радовал нас своим внешним видом. И давайте же посетим данный корабль. Я молчу вообще, вот про его, про красоту его центра управления. То есть кокпитом это даже нельзя называть, но центр управления это самое. Так, посмотрим, что это за зелененькие мигалочки. Понятненько. И теперь мы зайдем внутрь и увидим, как органично этот корабль сделан. Так, вот он наш вход. Здесь нету раздражающего шлюза. Но здесь, в принципе, есть нечто похожее на шлюз. Вот, например, если эта дверка закрыта, вот это пространство вполне достаточное, чтобы там вести герметизацию, разгерметизацию и так далее. То есть это не принципиально важно. Здесь же сразу находится медпункт. То есть вы здесь воскресились, вы можете выйти или сразу отправиться внутрь корабля, что очень удобно. Дальше, дальше мы сейчас увидим изыски дизайнерской работы Space Engineers. Вот, как мы видим, очень интересный такой дизайн стеклянный, который увеличивает зрительное пространство. На самом деле это просто эпично. Плюс сочетание всевозможного функционала этой игры, о которых даже сами разработчики, наверное, не догадываются. Пока мы сюда заходить не будем, мы сюда зайдем чуть позже. Здесь дальше, дорогие друзья, у нас идет основная площадь нашего корабля. То есть вот, как написано, Sky Edge. Здесь, грубо говоря, средняя часть корабля. То есть основной холл, основной зал. Здесь находятся компьютеры. Здесь у нас находится маяк. К нему почетное место отдельное отведено. Джамп-драйвы. Очень прекрасный и красиво вписывающийся дизайн данного корабля. То есть они вмурованы достаточно красиво. Здесь также есть место для любителей поглазеть на космос. Посидеть и поглазеть. Дальше, что у нас тут есть? Дальше у нас тут прекрасное пространство, отведенное под ангар. Сейчас мы посмотрим ангар, ребят. Как я говорил, мы чуть позже. Вот мы входим в этот шедеврально сделанный ангар. Мне очень этот ангар нравится. Он просто... Вот сейчас вы поймете, почему он прекрасный. Потому что использовать эти блоки так, сделать некий каркас, то есть жесткость, держатель жесткости или как они там называются, это великолепно. Посмотрите на расположение каждого типа блоков. Реально, они создают определенную красоту. Тут нет ничего лишнего. Тут все, все органически сделано красиво. И мало того, тут есть такая идея, до которой я не доперлён раньше. это, посмотрите, это маленький шлюзик под воротами. То есть для того, чтобы выйти наружу, вам не нужно открывать эти чертовые ворота каждый раз. А это, а это, это идеально. То есть это просто великолепно на самом деле. Прилетел, залетел сюда, сел, зашёл внутрь, то есть вошёл в ангар. И вот посмотрите, как он офигительно выглядит. То есть вот, не знаю, мне реально слов нет. И сюда могут стыковаться как корабли с задними стыковочными элементами, боковыми, нижними, вот, в отличие от моих только задних. Это великолепно. Идёмте дальше, потому что это только лишь начало. То есть ангар это одна из красот данного корабля. Дальше у нас идёт, ребята, лифт. Лифт, сделанный из малых блоков. Идеально работающий, не глючащий. Мы сейчас нажимаем и поднимаемся вверх. Притом, из малых блоков можно делать лифты причудливой формы, которые вписываются в разные эти, скажем, ну, места, отверстия и так далее. И это очень круто. Вот мы поднялись сюда, и мы можем проследовать в кокпит. Заметьте, да, мы над ангаром проходим, и просто у меня нет слов. И да, я прошу прощения, это не совсем... Ну, кстати, это места для хранения вещей, скорее. Да, и это выход, как бы, в верхнюю палубу. Ну, точнее, в верхнюю часть. Это ещё один вход. Это не кокпит. В кокпит мы сейчас отправимся. Кокпит тоже очень красиво сделан, по-моему, говоря, очень любит. Кокпит находится в верхней части. И, внимание, он тоже сделан из сочетания малых блоков и больших. То есть, у нас посередине находится стенд, ну, или, так сказать, основание нашего основного кокпита. Если мы за него садимся, то сейчас... Мы... У нас здесь очень красиво расположены панели. Очень красиво. То есть, вот, не знаю, всё гармонично. Всё реально гармонично. На панельке у нас не так уж много всего. Это усиление движков, автопилот, антенна, маяк и джамп-драйвы. То есть, в принципе, всё. Больше особо нечего. Но, как здесь всё круто, ребята. Здесь используется определённый скрипт, который позволяет нам, то есть, вот, двигаться по меню. И, например, выбирать floor plan script menu. То есть, это floor plan scripting. Вы можете задавать управление отдельных блоков, то есть, через этот скрипт. Это тоже очень круто. И здесь это очень грамотно применено. Надо будет сделать обзор на этот скрипт. Вечно забываю. Вот. Так уж такие дела. Вот. Посмотрите на эти перила. Да. Идёмте дальше, дорогие друзья. Это не всё, потому что тут будет ещё на что посмотреть. Сейчас мы спустимся вниз. И главное, ребята, несмотря на то, что здесь есть сочетание малой сетки и большой, данный корабль, он не барахлит при полёте. То есть, ничего не отваливается, ничего не взрывается, ничего не замыкает. Разных этих искр нет никаких. То есть, всё работает. Всё на мази, всё классно. Идёмте дальше. Сейчас вы просто ахнете. Мне надо будет тоже делать подобное на своих кораблях. То, что вы сейчас увидите, вас немножко удивит. Хотя, может и не особо удивит, но лично меня удивляет. Тут в данном корабле есть свой планетарий. Вот вы только посмотрите на эти плывущие планеты. То есть, чувак заморочился. Чувак заморочился. Он под этими... Он сделал пол из панелей белых. Ну, они как бы настроены на определённый цвет. А под этими панелями находится, скорее всего, квадрат, на котором расположены проекторы. В которые загружены проекты. Вот такие вот, то есть, кругов, которые означают, намекают, что это планеты. И под этим квадратом, то есть, все эти проекторы стоят на платформе, которая работает на роторе. То есть, ротор крутит эту платформу. И вот эти проекты планет, они крутятся. То есть, это шедеврально. Это гениально. Большой лайк за такую креативность и такой великолепный зал. Это нечто. Идёмте дальше, дорогие друзья. Дальше нас встречает центр управления, который нужно увидеть. Который необходимо увидеть. Тоже из малой сетки. А здесь у нас просто... Просто вау. То, что мы видели снаружи. Вот это... Это просто музыка. Музыка для моих глаз. Если так можно выразиться. Здесь мы спускаемся чуть ниже. И... И что мы видим? Полноценное... Вот чувак реально заморочился, блин. Он реально заморочился. Вот только посмотрите. Как он это всё сделал. Да уж. То есть... Мы-то там, не знаю, ноем, как только у нас возникают какие-то сложности. А есть ребята, которые просто сидят и делают. Сидят и создают мечты. Просто... Что описать невозможно. Так. Давайте посмотрим ещё... Такую вот идею. Как вам такая идейка? Идейка-индейка. Идейка сделать вот такой вот с панелей. Такую типа панель. В принципе, не такую уж плохую. Она, конечно, не как из модов. Но она ничем не хуже. Чем те, которые из модов. И... Мультискрин такой сделать. Это... Это... Это какая степень креативности у человека должна быть, чтобы из ванилы, из ничего сделать конфетку. Видите эти стыки? Они практически не видны. И соединение большой и малой сетки. Они в глаза не бросаются. Они дополняются. Здесь мы ещё спускаемся вниз. И некое техническое помещение здесь имеется тоже. С огромным количеством дисплея с медпунктом. Ммм... И здесь, соответственно, находится выход. Смотрите, сколько выходов из корабля, ребята. Это целых три выхода из корабля. Это очень полезно. Это очень нужно. Потому что мы в трёх местах можем залезть в корабль. И не бегать его весь вдоль и поперёк. Притом, можем возродиться в этих самых некоторых частях корабля. Это очень полезно. И сказать, что этот корабль прямо мега-гигантский. Нет. Он идеально вписывается в размеры и движок этой игры. То есть создавать идеальное в этой игре можно всё-таки. Если очень сильно этого захотеть. И я думаю, что данный корабль является скорее неким круизным. Да, он имеет на себе вооружение. Но в бою он будет не очень. А как бы это, возможно, является... Это является таким местом, которому можно придраться. Но я не считаю, что к этому можно придраться. Потому что этот корабль как-то и не для боя. Да, он может себя защитить. Но он не для боя. И это, в принципе, здесь и не нужно. В общем, 10 из 10. Если бы я мог ставить 11 из 10, я бы поставил. Потому что данный корабль мне реально поражает моё воображение. Даже, не знаю, ломает его в каком-то смысле. И потрунивает меня, что, блин. А ведь можно, можно делать чудеса. Так. Я сейчас закрою эти двери. Я не хочу выпускать священный кислород из данного корабля. Потому что кислород, который находится в данном корабле, становится священным. Да. Реально. Это, это мега, мега, супер, пупер, sky edge. Да. То есть, с какой стороны не посмотри, этот корабль является симфонией изящества. И, чтобы не надоедать вам своей похвалой, я советую вам взглянуть на этот корабль. То есть, загрузить этот мир. Это не отдельный проект, это целый мир. То есть, можете загрузить его и посмотреть. И вам очень понравится, я думаю. То есть, сами лично можете побегать по нему. А это того стоит. Этот планетарий. И я надеюсь, что он вам понравится. Ну, а так-то с вами был Лор Лемур. Подписывайтесь, ставьте лайки, дорогие друзья. И, пускай у вас все будет замечательно. И, вот, все будет вот так вот. Не упускайте шанс отдохнуть этим летом. И, а тех, кто отдыхает и не смотрит мой канал среди моих подписчиков. То есть, ну, не имеет возможности, так как лето. Я жду его осенью. И осенью будет жарко, как раз-таки некоторые из вас вернутся с отдыха. И уже смогут увидеть несколько серий моего сериала. И в данный момент я над ним, кстати говоря, работаю. Возможно, он выйдет в конце этой недели. Возможно, в начале следующей. Я с ним уже подзапоздал. И это на самом деле не очень хорошо. Но, тем не менее, данная серия будет длинной. И она будет на уровень качеством выше. Поэтому ставим лайки, поддерживаем. И до следующих встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok